Всем привет, друзья! С вами снова Артишок, и мы продолжаем небольшой цикл маленьких обучающих видео. В новом сезоне многое изменилось, и новая карта означает полное оживление такой роли, как Джанглер. Сейчас я вам предложу несколько сборок для этой роли, поэкспериментируйте с этими предметами на ваших любимых ассасинах, и посмотрите, насколько хорошо или плохо данные сборки вам подходят. А далее уже стройте свой билд под себя. Я учел пожелания и критику по предыдущему видео, поэтому в этом ролике предметы я буду назвать уже на русском языке. Главное правило как для старой карты, так и для более большой и новой, ассасин должен быстро передвигаться по карте. Поэтому есть универсальные предметы, которые подойдут большинству убийц. Первое, благословление убийцы. Второе, крылатые сапоги. Третье, нож в сердце. Четвертое, берем дробилку. И конечно у нас остается еще два слота, которые мы заполним в более поздней стадии игры. И заполним мы их ситуативными предметами. Будь то криты на какого-нибудь нежу или серкет, или выберем пробивание для допустим бастет. Но мы с вами также рассмотрим и магических джанглеров. А когда дело доходит до подобных убийц, естественно Ау Куанг будет являться их королем. Но в пятом сезоне такие боги как Фрея, Анобис и Посейдон действительно имеют шанс вступать в данной роли. А сборка будет составлена из таких предметов. Благословление убийцы, ботинки магов, либо ботинки фокуса, шар злого рока, копье магов, копье опустошений или божественное разрушение, небесный посох, книга мертвых, жазалта хути. Очевидно, что не все эти предметы будут вписаны в вашу сборку, ведь слотов всего шесть. Варьироваться они будут от потребностей ваших и вашей команды. Естественно, мы начинаем закуп с благословления убийцы, что даст нам дополнительный урон по миньонам в джунглях. А далее мы уже будем собирать ботинки, а какие звук опять-таки решать вам с вашим стилем игры. А после того, как они будут собраны, вы захотите сосредоточиться уже на большей мощности, мобильности, пробивании и всего остального, что необходимо вам для убийств. Шар злого рока и превосходный предмет в данном случае. А далее уже выбор за вами. Брать копье магов, копье опустошения или божественное разрушение, к примеру. Закончить сборку можно будет небесным посохом, книгой мертвых или жазлом тахути. Конечно, тахути был изменен, но по-прежнему превосходен в командных боях с его новой пассивкой. Любая сборка, в которой присутствуют предметы, описанные выше, будет достойной в сражении. Если вам нужны более дешевые варианты, коготь банкрофта – превосходный предмет с отличным уроном для ранней игры. Кольцо шамана – еще один вариант, который даст вам дополнительную скорость движения и мощность. В отличие от физических убийц, магические убийцы не могут столько же полагаться на свои базовые атаки. Таким образом, предметы, такие как небесный посох, отлично подойдут магической занозе в вашем лице. Авто-атакинг ассасин билд. Если ваш выбор пал на убийцу, который сильно зависит от базовых атак, следующая сборка для вас. Атака вместо дробилок и ножа в сердце, который любят другие убийцы, такие персонажи, как Меркурий, Кали и Арахна, сильно зависят от ускоренной катаны. И вот что мы можем собрать в итоге. Данная сборка будет работать на многих ассасинах, но для Меркурия можно подобрать что-то более индивидуальное. Благословление убийцы, Крылатые Сапоги, как обычно, Меч Камнерез, Несущий Смерть, Далее, Гнев, Злоба или Демон Ветра, Гибель Титана или Кровавый Клинок. Эти сборки достаточно понятны. Максимизируйте свой урон от автоматической атаки и увеличите скорость передвижения. Убийцы, которые полагаются на скорость атаки и быстрые удары, смогут использовать Клинки Цинь. И такие предметы, как ускоренная катана, помогут вам обрушить вашу ярость на соперников. Не забывайте, что предметы со временем и с каждым новым патчем будут меняться, так как сезон только начался. Но на данный момент эти сборки помогут вам показать соперникам, кто в джангле хозяин. На этом все, спасибо за просмотр, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok